У крымской кормушки на одного сепаратиста меньше. Рустам Атамир Галиева, который прославился пламенными речами в эфире российских СМИ во время силового захвата власти на полуострове в марте этого года, уволили за самопиар. Главный организатор незаконного референдума Сергей Аксенов не смог оставаться в тени харизматичного соратника, жестко указав ему на дверь. Данный господин просто перепутал свое нахождение на должности с работой в частном бизнесе. «Мы по телевизору не успевали за ним следить, еще работы никакой не сделано, а он уже общается с прессой», – пожаловался Аксенов. И действительно, к некогда стоявшему в авангарде крымского переворота субъекту после аннексии Крыма отношение похолодало на всех направлениях. Не сдержав обещаний перед пророссийски настроенными крымчанами, Аксенов попал в немилость к недавним обожателям. А из Кремля активно начали поступать сигналы о смещении с должности временного главы Крыма. И, видимо, столкнул с теплого места Тамергалиева криминальный авторитет по прозвищу «Гоблин» решил показать свою принадлежность миру сильных политиков. Ведь не важно, что возглавляемая им партия на прошлых выборах Верховный Совет Крыма набрала чуть более 5% голосов. Главное, кто за тобой стоит, а не какая-то поддержка простых смертных. Ведь так? ДНР собирается участвовать в переговорах по Украине в Минске. Так называемый премьер-министр самопровозглашенной террористической организации Александр Бородай заявил, что представители его бандитской республики собираются принять участие в заседании трехсторонней группы по Украине. «В каком-то виде будем присутствовать, не волнуйтесь», заявил генерал-майор ФСБ. Он не сообщил, каким образом неприглашенная сторона попадет на переговоры, сославшись на требования секретности. Но в прессу просочилась информация, что ДНР-овца в Минске будет представлять Георгиевская ленточка, замаскированная под костюм представителя РФ. Газпромовское футбольное детище «Зенит» проиграл кипрускому клубу АЭЛ в квалификации Лиги чемпионов. Питерцы пропустили в Ларнаке гол в свои ворота на 64-й минуте от нападающего киприотов Лукаша Гикевича. Шанс реабилитироваться у «Зенита» будет 6 августа в Санкт-Петербурге, но сам факт поражения в первом матче вызывает недоумение. Суммарная стоимость игроков российской команды составляет почти 340 миллионов долларов, а футболисты АЭЛа стоят в 22 раза меньше. По-видимому, в бутсы киприоты положили визитки Яроша, или у арбитра матча, удалившего одного из лидеров, питерцев Акселя Витцеля, был желто-синий свисток. Других версий позорного фиаско пока что российские СМИ не придумали. Будем ждать!